Начиная с 2018 года Воронежская область вступила на путь развития новой подотрасли органическое сельское хозяйство. Активно поддерживается это направление губернатором правительством области. В этом году Александр Викторович Гусев включил в предвыборную программу, в сентябре его переизбирают. Одним из направлений является органика, чему мы несказанно рады. Ежегодно выделяется на наше направление порядка 80 миллионов рублей, только как живые деньги сельхозпроизводителем, занимающимся органическим производством. Я непосредственно нахожусь во взаимодействии со всеми нашими хозяйствами. У меня есть чат, где мы общаемся с органиками. Есть группа по реализации органической продукции, где потребители и производители органики могут непосредственно коннектиться по поводу приобретения продукции. Это мы создали на той неделе буквально. Затем у нас есть сайт производителя органической продукции. Жалко, что здесь нет интернета. Он у нас органиков.рн.ру. Очень классный сайт. Мы сделали для того, чтобы люди могли знать, что такое органика. И у нас там есть описание всех наших производств, которые в конверсии, которые в органике. На сегодня у нас порядка 13 тысяч земель находятся в конверсии и в органике. В том числе в органике около 6 тысяч у нас именно сертифицированные. Из этих 6 тысяч у нас 2 хозяйства, 3200 и 3600. Полевые культуры. Остальные культуры это фермеры у нас производят. То есть у нас производится весь спектр продукции. В этом году зарегистрирован органический виноградник. Даже вообще в принципе второй промышленный виноградник в Воронежской области. И он органический. Защищенный грунт, овощи, широкий спектр. Пряные травы, фрукты, косточковые, семечковые. В общем-то все, кроме коровьего молока. Вот с коровьим молоком у нас проблем. То есть хлеб у нас есть, у нас есть козоводство, у нас есть мелкий рогатый скот, бараны. У нас есть кормовая база, некоторые даже тоже сертифицированные органик. По коровам вопрос большой. Собирался делать это Штефан. Но там возникли вопросы с культурным наследием, которых в границах вот этого участка запретило проводить инфраструктуру. И, к сожалению, у нас на этом все встало. Вот именно касаемо молока мы ждем новые хозяйства, которые бы у нас пополнили рынок. Тем более, что у нас есть как бы своя система, свое сообщество сформировалось, органиков. И своя как бы система реализации через магазин Абиатория, который многие из вас знают. Давайте полистаем. Я сейчас там чуть покажу. Сайт посмотреть. Сайт посмотреть. Сайт посмотреть. Давайте включим сайт, а потом посмотрим все остальное. Отлично. Молодцы какие эти. Да, вот это вот наш сайт. Он одностраничник. Но можно, если вниз, полистать. То есть что такое? Мы его сами придумали, сами наполнили. Как бы все. Сами ведем. Сами скинулись и сами платим за него. Наши сельхозпроизводители. То есть это все мы... У нас как это проходит? Либо в зуме, либо лично мы встречаемся. Обсуждаем тенденции, у кого какие проблемы. То есть в живом диалоге. Получается, я как представитель правительства с ними постоянно на связи. Каждый день. Вот. Дальше. Ну тут это все у нас там. Почему, что и как. Вот здесь у нас... А, ну там у нас есть журнал, да, в котором рубрику мы ведем, кстати, свою по органике. Журнал нашего департамента. Дальше у нас есть поддержка правительства области, которые нам на ютубе везде выкладывают там. Просто так нам делают подкасты про нашу, как популяризация. Агроэкологическая карта Воронежской области. Это вообще единственный такой в стране настолько крутой проект, что можно в нем различными слоями посмотреть, даже сколько гумусов в почве органических хозяйств у нас там можно это сделать. Чуть ниже, вот можно открыть карту и там все посмотреть. Ну, дальше, дальше. И дальше у нас идут, ну, господдержка. Сейчас мы сюда вернемся. Дальше. Производители. То есть здесь, наведя свой телефон на этот QR-код, вы можете также абсолютно легально выйти на сайт, на сайт Минсельхоза и посмотреть действительно этот производитель. Для этого не нужно ходить в магазин, там еще куда-то мы все вывели на сайт. Ну, здесь фотографии, может быть, не прогружаются, там фотографии продукции. Вот. И можно связаться напрямую с производителем. Есть сайты, есть соцсети, есть телефоны. Пожалуйста. То есть дальше можно... Да, там фотографии красивые. Вот сейчас, например, Николай, он в конверсии, он сейчас развозит клубнику в данный момент. Людям просто по городу. Они заказывают у него, он развозит дальше. Вот. То есть, ну, кто как. Вот у Сафроновых у них теплица. Не знаю, почему. Фотки не прогружаются, наверное, у нас слабая связь. Там у вас тоже не прогружаются. Вот. Ну, в общем, смысл такой, что здесь у нас продукция везде. Да. То есть, вы можете посмотреть, можете... О, вот они пошли, наша продукция. Да. Это все органика. Органика и конверсия. То есть, мы когда господдержку людям оказываем, они нам пишут письмо. Я гарантирую, что буду пять лет еще заниматься органикой. Просим с них такое письмо. Ну, как бы, это просто... Да. Вот. Ну, то есть, в принципе, все здесь можно дальше пролистать и посмотреть. Даже у нас мы разработали упаковку. Видите, вот там чуть выше. Чуть выше. Выше поднимите. Но, наоборот, ниже тогда получается. Вот. Видите, органическое яблоко. Это пакет биоразлагаемый там из кукурузы. И упаковка вверху тоже органическое яблоко. Это у нас 213 гектаров. Ни у кого в России столько нет, сколько у нас. Но только один сад. А у нас их штук пять, наверное, я уже со счету сбилась. Давайте дальше. Вот. Стоп. Наверху. Вот. Вот это магазин Абиатория, да, в которых мы реализуем продукцию. У нас их сейчас два. Но их бывает то три, то два. Так где-то пока что никак мы третью точку не утвердим. Но, тем не менее, вот здесь в этом хозяйстве больше всего сертификатов. У них больше всего как бы ассортимент. У них свое поле 40 гектаров. Но многие знают. Светлана Нестерова. Давайте дальше. Вот. Дальше обращаю внимание, что у нас две научные базы. Институт Докучаева, который производит органические оригинальные семена ярового ячменя, яровой пшеницы и гороха. Такого нет нигде в стране. Далее у нас есть сертифицированный семенной участок. И в том году, в 22-м, у нас зарегистрирован первый органический гибрид подсолнечника кукурузы. Светлана Кукурузы. Дальше. Это институт Докучаева. И второй институт у нас мы... Вот представители у нас Сергей и Сергей. Два Сергея, да? Это представители агрономов и ветеринаров, которые нас активно тоже поддерживают. И у них в институте сертифицирован участок 10 гектаров. Где-то повыше, наверное, девчонки. Институт в ГАУ ищем, да. Где он у нас? Еще. То есть у нас не просто как бы хозяйство развивается сами по себе ниже, значит, внизу ниже. Но еще и создана определенная научная база. И Сергей Иванович, вот, пожалуйста, вот Сергей Иванович, вот он, он сидит живой. Вот. И сколько у нас человек агрономов и ветеринаров, кто у нас... То есть мы выпускаем специалистов-органиков. Да, и животноводческая база. И животноводческая база. И животноводческая база. Органическая база. Внутри области нам даже никуда не надо идти. У нас все есть для этого. Своё сено. И специалистов готовим своих. Да только, насколько я знаю, куда-то они разъезжаются. Только не в Воронеж пока что, да. Молока нет. Да, в общем, мы работаем по всем направлениям. Что касается господдержки, я сказала, ну, кроме органического производства, мы субсидируем 100% затрат на сертификацию, на российскую сертификацию. У любого аккредитованного органа у нас их 15, а не только один. Да, вы знаете, что у нас много. В Воронежской области это Россельхозцентр, который они получали поддержку, вернее, обучение в компании ЦРС немецкой. И достаточно жёстко проверяют. Хорошие там специалисты у нас, агрономы. Что касается животноводства, в основном у нас предпочитают сельхозпроизводители ВГНКИ. Там тоже очень грамотные работают специалисты. Это институт именно ветеринарный в Москве. Они там в основном животноводство. И переработка, и растеневодство также пользуется популярностью органик сертификации. Орган, город Томск. Вот, ну, это как бы по органам. По поводу препаратов мы субсидируем 50% неназываемых биопрепаратов. Всех разрешённых препаратов. Это могут быть габробраконы, это могут быть птички, это могут быть феромонные ловушки, это могут быть кормовые добавки. Всё, что разрешено ГОСТ 33-980-2016. Не каталогом, который пестицидов, агрохимикатов, не какими-то там ещё вещами, а именно ГОСТом. Как мы определяем, что это разрешено ГОСТом по препаратам? Наш производитель, вот так же, как вот рассказывали вы, обращается в орган по сертификации, говорит, я буду обрабатывать тем-то, 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 тем-то. Обязательно. Регламентирует. Такие-то семена, такие-то препараты. Орган по сертификации просматривает препараты. Если он ваш, вот, фосфа там или что-то там, да, ему непонятно. Он запрашивает у вас, как у производителя, все письма, включая консерванты, включая антислеживатель, включая всё абсолютно для того, чтобы понять, действительно, это подходит по ГОСТу. И на совести органа по сертификации находится допуск этих препаратов. Ко мне в департамент они приносят только лишь справку от органа по сертификации, что да, он разрешен. Но хочу обратить внимание, в России нету органа пока что, аккредитованного для того, чтобы выдавать сертификат на препарат, так же, как Экоглоб, в Армении так же, как Органик Стандарт, в Украине так же, как СЕРТ или КИВА или так далее, где-то там, да, в Европе. У нас пока такого органа нет. У нас есть предварительные национальные стандарты на микробиологические препараты, на почву, вы знаете, да, их приняли, они ещё как бы вроде как приняты, но ещё ждут своего там часа, там должно какое-то сообщество за них проголосовать, ТК-40 и так далее. Создана масса каких-то политизированных объединений, которые всем этим занимаются, но по факту мы работаем вот реально как бы над тем, что есть. Вот, и слава богу, как говорится. Потому что наш закон 280 ФЗ, там чётко написано, что органическое производство – это производство без применения пестицидов и агрохимикатов. И хочу ещё раз обратить внимание, что когда Алексей Иванович начинал и подобное ему хозяйство, там, угличе поле, биосферы и другие застарелые органики, настоящие органики, тогда вообще, в принципе, речи не шло о каком-то массовом применении биопрепаратов. Органика была всегда основана философия на именно питании земли и почвы, в первую очередь, а потом уже растения. И эту почву с помощью сидиратов, пожнивных посевов, каких-то промежуточных культур восполняли. И сейчас вот я недавно познакомилась на дне Краснодарского поля с человеком, который из Запорожья приехал, вот он прям органик настоящий, он вообще в шоке был, что у нас столько биопрепаратов применяется. Он на русском говорит, они сбежали оттуда. Хочу его со всеми познакомить. Удивительный агроном, биодинамику, в общем, их надо свести, я уже там договорилась с нашими друзьями. В общем, короче говоря, знаете, сама по себе органика это не препараты, это вот в голове нужно. Понимаете, когда человек приходит в департамент, в первую очередь я с ним разговариваю, я смотрю на него, если он говорит, вот, первое сразу, как бороться с сорняками, спрашивают, второе, куда продавать. Вот эти самые два главных вопроса в органике, они у всех хозяйств в нашей стране, у каких нет еще своей сети, там, своих покупателей. То есть вот это вот самый основной вопрос. Если человек готов к этому, то он готов. Если он не готов, то он начинает какие-то движения производить. Он может вообще не зайти в эту отрасль, да, но он будет всегда где-то рядом. Да, Иван Иванович? Да. Поэтому я вас все равно призываю, вы будете долго щупать, но щупать не надо, надо заходить. Конверсия – это та же органика, да, то есть вы можете всегда из нее выйти в любой момент. Но заявку подать, пока у вас будет этот переходный период, надо сейчас. Понятно? Хорошо? Вот. Это, видите, продолжается популяризация, и как бы вот так вот я и работаю каждый день. Поэтому… Я говорю, что это за силу не усилит. Да, и в этом году мы еще добавляем содержание и приобретение сельскохозяйственных животных. Как мы это производим? То есть, опять же, приглашаем замгубернатора и сельхозпроизводителя. Они говорят, Виктор Иванович, нам надо компенсировать то-то, то-то. Виктор Иванович говорит, вот 80 миллионов, вот Анна Валерьевна, занимайтесь. Мы оформляем протокол, и, пожалуйста, мы работаем. То есть мы, получается, у нас все легально, все абсолютно прозрачно, все никаких вот этих вот, как в Краснодаре, миллион выделили, а водонюк встал и как разнес их там всех. На что, говорит, в Краснодаре 6 миллионов пашни, они там миллион на органику выделили. Ну, конечно, это смешно, товарищи. Так что я всем желаю удачи, и, как бы, если кому-то интересно, приезжайте. У нас 3 июля мы будем проводить семинар на базе в ГАО. Это у нас первый такой начинается цикл полевых лекций, как мы его назовем, потом он войдет в историю, да, Сергей Иванович, на сертифицированном участке нашем агроуниверситета. Но мы пока первый пробный шар, как бы, проведем, посмотрим потом, может быть, будем кого-то приглашать еще, знаменитостей каких-то звезд, может быть, что-то вырастим необычное, там 10 гектаров все-таки научного участка, это хорошо. Вот, поэтому спасибо за внимание, если вопросы есть, я отвечу. А, да, мы еще за биологизацию платим, и за эколого-ландшафтная система. То есть, если ты, например, хочешь у себя маленькую Швейцарию, там соотношение оптимальное леса, пашни, воды и луга, то мы за это тоже платим, тоже за проект, и за залужение, и за лесополосы, за кладку лесополосы этого года у нас 10 миллионов выделено. Ну, вот за проект у нас получается 70% затравы, 70% прямых затрат, мы не заморачиваемся вообще. И плюс техника, вся техника, которая для органики, 30% с областного бюджета. Я как сделал Швейцарию, а вы ему каждый год платите? По о чем? По поводу чего? Да, каждый год. Он делает проект, и он говорит, на этот год у меня, например, 5 гектаров лесополос и 10 гектаров луга. Мы ему отдаем за семена луговых трав 70% и за лесополосы, за 5 гектаров. А? Да с чего хочет, с того и получает. Нет, он там, у него, например, есть полевые культуры и все остальное, просто он должен сделать проект адаптивно-ландшафтной системы земледелия у нас в СХИ. Обязательно он должен это сделать, потому что это как бы мы продолжаем наследие Михаила Ивановича Лопарева, нашего профессора, который от ковида умер на 93-м, да, ребят, 93-м году жизни, вот буквально 2 года назад. И он был создателем и запатентовал вот эту систему, но она как бы не совсем, так скажем, новая прям, да, то есть она вышла там из сталинского плана, может быть, преобразовать природу, еще откуда-то она вышла. Но тем не менее, вот этот человек, он настолько был увлечен и поглощен вот этим, он просто горел тем, что нужно создать устойчивое, устойчивое хозяйство полного цикла в одном, в одной территории. Понимаете? Да, пашня, пожалуйста, у тебя там... Ну, склоны, например, неудобья, да, у него пастбище, что хочешь, хочешь коренное улучшение делать. Я думал, вы уже на уровне Европы пришли, если я ничего не сею, а для землевой кульки, просто дни, из России. Нет, там, там, это областные деньги, там целевой индикатор, количество гектаров, и все. Мы, кстати, не просим его, пусть он даже ничего там не сеет, мы не просим подтверждать, что он там сеет вообще. То есть он в своем проекте просто предоставляет вот это вот процентное соотношение, и по рельефам, по всему, они его там располагают, размещают правильно вот эти все дела, чтобы у него был, понимаете, микроклимат в хозяйстве. Водосбор там, где идет, ну, типа такой пермакультуры, только в огромном, в расширенном виде. Нет, сертификат органи, это другое направление, да. Хочешь, иди в органику с этим, будешь еще получать сверху, да. Ростовский филиал ФГБУ Центр оценки качества зерна, являясь руководителем органа по сертификации. У нас сейчас в переходном периоде находятся 9 изготовителей на 355 гектар, но в основном это растеневодческая продукция. Наш орган по сертификации был аккредитован в 2020 году Росаккредитацией. В нашей области аккредитации это растеневодческая продукция, кормовая продукция, производство мукомольно-крупяное, хлебобулочные изделия, кондитерские и корма, комбикорма. У нас есть специалисты, эксперты, которые давно уже работают в этой области, как бы все у нас аккредитованы. Ну и вот наш перечень работы. Если кого-то заинтересует наша информация, мы находимся в Ростове-на-Дону, левый берег, улица Шоссейна, 49 Г. Рядом с ростовским элеватором. Наш сайт официально, у нас в Москве официально наша головная организация, Федеральный центр оценки безопасности, качества зерна. И на этом сайте можно найти в разделе услуги органов по сертификации по регионам, в том числе Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин